Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Марина Примпольская, я главный парадонтолог группы компании Fantasy, и сегодня я хочу поговорить с вами об особенности ухода за съемными протезами. Если у ваших подопечных во рту есть съемные протезы, то они требуют специального ухода. Почему это очень важно? Несмотря на то, что зубов во рту может уже не быть, съемные протезы – это поверхность, которая с удовольствием заселяется различными микроорганизмами и, в частности, грибками, которые вызывают тяжелое осложнение молочницы. Под съемными протезами может скапливаться пища и при жевании травмировать слизистую. Все это может привести к тому, что человек перестанет получать удовольствие от еды и получит дополнительные страдания. Съемные протезы могут быть полными, как тот, что у меня в руках. Это ситуация, когда у вашего подопечного во рту нету своих зубов. Либо они могут быть частичными, то есть большая часть зубов – это зубы на протезе и какие-то отдельно стоящие свои зубы. Тогда дополнительно к пластмассе там будут металлические удерживающие элементы – крючки. Та поверхность, которая соприкасается с едой, она обычно очень гладкая. Ее специальные техники для этого обрабатывают, поэтому на ней налета остается меньше. А вот та поверхность, которая соприкасается с десной, для того чтобы протез удерживался, полностью повторяет ее рельеф. Она более шероховатая, и вот эти шероховатости – это как раз места, где скапливаются остатки пищи и бактерии. После каждого приема пищи протез нужно извлечь и тщательно помыть. Для чистки съемных протезов вы можете использовать обычную зубную щетку. Важно, чтобы она была мягкая. Почему это так важно? Потому что пластмасса протеза мягче, чем эмаль собственных зубов. И если использовать жесткую зубную щетку, она оставит на ней царапины, которые еще сложнее будет очистить. Либо вы можете использовать специальную зубную щетку, которая предназначена для ухода за съемными протезами. Не важно, чем вы будете это делать. Важно, чтобы вы это делали. Чем чистить? Зубную пасту нельзя использовать для ухода за съемными протезами по тем же причинам, почему нельзя использовать жесткие щетки. Можно воспользоваться любым мылом. Это может быть хозяйственное мыло. Очень тщательно нужно почистить все поднутрения, все углубления. И никаких проблем не составит почистить пластмассовые зубы. Как я уже говорила, здесь, как правило, специально создается гладкая поверхность. После того, как вы воспользовались мылом, протез перед тем, как возвращать в полость рта, нужно тщательно промыть водой. Для того, чтобы дополнительно продезинфицировать протезы, вы можете помещать их один раз в неделю или два раза в неделю в обычный раствор перекиси трехпроцентной. Не больше, чем на полчаса. Опять же, очень важно перед тем, как помещать его назад в рот, тщательно промыть водой. Если это протез, в котором есть металлический удерживающий элемент, тогда от такой процедуры стоит воздержаться, поскольку они могут подвергаться коррозии. Очень важный момент, что делать с протезами ночью. Не рекомендуется на сегодняшний день, чтобы человек спал с протезами во рту. Перед сном их нужно извлечь, тщательно помыть. Удобно для этой цели использовать специальные таблетки. Хранить протезы лучше в сухом виде. Это позволит уменьшить риск того, что на их поверхности будут расти грибы. Если ваш подопечный пользуется съемными протезами, то после того, как вы вытащите их для того, чтобы почистить после еды, необходимо взять влажную салфетку и вытерть ей все слизистые во рту. Щеки, десна и насколько позволит язык. Для того, чтобы не осталось каких-то кусочков пищи, которые потом при возвращении протеза могут вызывать дискомфорт и образовать ранки во рту. Эти простые рекомендации помогут вашим подопечным предотвратить проблему в полости рта.